здравствуйте друзья микрофона михаил шахмазаров 64 выпуск на канале шах и мат огромное вам спасибо за вчерашние все поздравления за теплые слова мой адрес и в адрес моей прекрасной семьи было по-настоящему приятно что касается вчерашнего концерта и рассинхрона который произошел целиком и полностью моя вина я ее признаю в следующий раз таких косяков грубо говоря не будет безусловно вчера голос во время концерта немножко посадил так подписывайтесь оставляйте комментарии ставьте лайки колокольчик на дозвон чтобы знать об очередном выпуске а ну и поехали помните я вчера показывал вам на человека который решил что он царь зверей и отвратительно вел себя в сочи нажрался сел за руль начал хамить дпс никому впрочем ну немного освежили память а вот развязка развязка финал это искать отказывайтесь предоставим не орешь ах ты ж бедолагах несчастный прижали ему где-то там что-то надо таких наказывать быков вот чистый такой бычара из торпедного отдела который до сих пор не может понять где он живет среди кого он живет ну не среди же зверей ты живешь животное а так идем дальше у нас животные то разные бывают вы посмотрите какие у нас какой у нас бывает крупняк вот вот это да депутат госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории россии вот можем мы удивить мир вадим белоусов из партии а партия как называется справедливый человек справедливая россия владимир белоусов из справедливой россии взял на лапу внимание спокойно три миллиарда рублей три миллиарда рублей взятки зато зато чтобы значит подрядчики получили заказы на строительство дорог челябинской области действовали естественно в группе с ним действовала еще главный бухгалтер оао первый хлебокомбинат маргарита бутакова такая бригада не херовая там подобрала значит действовали в составе преступной группы теперь что доказан факт доказан факт то есть видно взял бабки обещаний своих не выполнил ну те и побежали те кто давал значит что он говорит мне вину поставили что я выступал за то чтобы челябинской области нужны хорошие дороги я до сих пор подтверждаю что нужны хорошие дороги в челябинской области это мне в вину ставится ну как не стыдно вам господин белоусов ну понимаете вот может быть там как каким-то сомнительным фактом а информация о взятке там допустим ну так в 300 тысяч 200 тысяч рублей они доллар беру его 3 миллиарда доказываю и он начинает играть херовую значит камень трагедию о том что его оклеветали ну в принципе наверное скорее всего из тюрьмы не выйдет так судя по возрасту судя по возрасту не выйдет ну что идем дальше тихановская светлана тихановская которая до сих пор находится в литве светочка я обращаюсь лично к вам перестаньте светочка идите идите на кухню я уже сколько раз говорил к драченам идите это национальное белорусское блюдо к драникам идите к фляпу фляпе это польская к борщам идите ну шо вы там в этой сидите значит она говорит евронюсу так как это кризис внутри страны и он не направлен против какого-либо государства то нам берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны светочка вы в политике полный ноль потому как знаете если кризис внутри страны спровоцирован чем-либо а в этом случае спровоцирован то как сейчас принято говорить он выходит на внешний контур понимаете и начинает бить по многим странам особенно по ближайшим соседям по нам же он тоже бьет хоть и вы говорите что с россией прекрасные отношения а долги а зависимость белорусской экономики с игроком и полностью от нас вы будете решать эти вопросы светлана ну конечно же нет а ваша фраза мне есть что сказать путину ход света один такой есть на украине но он такой пошустрее на мой взгляд и не обижайтесь помни хером играл на фоно тоже говорил мне есть что сказать путину я скажу а потом так 1 раз и снег во время встречи было видно как глазки бегают такой зайчик маленький да не вот хороший поэтому не надо тем более что владимир путин заявил выборы в беларуси состоялись да то есть это факт который мы признаем поэтому не надо и вот еще в тему беларуси помните такая группа была хорошая ляпис трубецкой вот там был такой михолог полненький такой добродушный чувак посмотрите на него сейчас дарем на свистами на гаек застрашить хочет пираны нагнауши черных сотен чаек акули руки у кайданы душой я вольный человек и жетким буду целый век ничего не напоминает ну такая чистая радикальщина наркоман наркоман скорее всего не бывший до торчок такой мощный радикал ну видимо мозг весь уже вытравил там керычем или или чем не он вот ратует за свободную белару живая беларусь тогда и тому подобное а вам вот не стыдно лидером белорусского протеста что вот этот товарищ затесался ваши ряды на мой взгляд от таких вообще надо держаться подальше но что говорит все методы хороши идем дальше трамп назвал байдена худшим в истории кандидата вот эта шарманка уже начинает надоедать я думаю что мне выпала честь баллотироваться против худшего кандидата когда-либо выдвинутого демократами а я не назову трампа худшим президентом безусловно но это клоунада она правда уже начинает выходить за рамки мировой политики выбор в соединенных штатах это не как тихановская читать не внутреннее дело страны потому как от этих выборов зависит судьба многих-многих людей в мире и вот я смотрю на эти заявления на твиттер трампа именно действительно знаете появляется ощущение что я нахожусь в параллельной реальности в которую нас хочет завести кто илон маска посмотрите значит илон маск раскрыл стоимость чипирования то есть сначала сказал она будет дорогой очень дорогой но это раскрыл он ночь а потом потом она будет стоить всего несколько тысяч долларов чипировать будут автоматически робот будет так хрястия в голову и самое интересное заявляет не не будет заметно что в голову вашу живлен чип ну блять не с антеннами заходить как робота а все эти женщины так гладят кого-то что и тут что это у тебя такую выпукло очень что это чип милый ах так поэтому у тебя всегда да ну вот и я наблюдая за этим читая вот этим эту информацию о компании неуролинк я задаюсь вопросом а как на это врачи вот как на это смотрит всемирная организация здравоохранения до которая на страже своих интересов основном находится то есть голову чем у людей будет вживляться чипы а их влияние на организм оно же еще не исследовано как и человеческий мозг самая не исследованная самая загадочная субстанция человеческого организма и над ним хотят на человеком проводить эксперименты в наше время хочет проводить великий кавычках илон маск и никто его не останавливает странно правда ли на мой взгляд да ну что как к виду да перейдем а выявлено самое вероятное место заражения коронавирусом на борту ох ты ж блять вот семи пядей во лбу надо быть чтобы не догадаться что это туалет понимаете туалет конечно же на борту самолета самое опасное место я могу сказать больше туалет вообще не только самое опасное но и самое интересное место на борту и заразиться там можно не только к виду не помню друг не рассказывал летела на каком-то надо не то на ту-154 не то на ту-103-4 познакомился с девушкой часто знакомились девушки в те времена прекрасные самолетах из пошел значит он в туалет вместе с ним да вот такая вот воздушная романтика ну вот его и да у них там произошло что-то на высоте 9000 метров романтично что на самом деле и вот они открывают дверь а в дверях стоит тогда курилица в дверях стоит грузин так разминается я буду вам иммануэль еще раз посмотрим на брусе так вообще да молодец вот девушка говорит покраснела вот чуть ли не на замернула в эту дырку чтобы значит раствориться в воздушном пространстве окоченили вот такая вот была история поэтому туалет мы понятно зачем такие заголовки и дальше если на продолжать тему к вида то значит смотрите какая мощная инициатива значит депутат иван сухарев предложил закрыть караоке клавы за время закрыть угадайте из какой фракции депутат сухарев ну конечно же из лдпр только эта фракция славится своими мощными такими умными хорошими такими инициативами по мнению сухарева в караоке к вид распространяется быстрее потому почему потому что вы думаете все там рот открывают широко то таким же господин сухарев таких мест на самом деле много я думаю что знаете как вот бывает выступит депутат с такой инициативой а через день ему звонок вася это директор караоке клуба там поющая макаронина там или вася забери инициативу давай встретимся я тебя буду убеждать ну на мой взгляд все вот завязано на лоббирование какая разница то есть точки общепита они работать могут кстати значит что сухарев давайте караоке перетрансформируем просто в точке общепита люди будут ходить туда и есть но мы полная херня на самом деле караоке достаточно дорогое меню и люди туда ходят не есть в основном опять и кстати как русский человек будет отгонять к вид без песни если душа должна петь но как без владимирского централа и рюмки водки на столе блять это самые популярные песни в караоке я был в караоке несколько раз я не умею петь честно могу сказать я не пью и не пою и не пью так я там скажу как есть я просто охуел когда уже рюмка водки прозвучала 18 раз блять у меня это я уже пьянеть начал без этой самой рюмки поэтому не надо господин сухарев про закрытие карак так что там у нас по криминалу ох ты в москве девушка ударила парня гантелей за плохую идею хороший заголовок где это на самом деле была хорошим хотел с этой девушкой расстаться девушка которая его ударила гантелей сразу в голове знаете рисуется и байк на ходу остановит и мощно гантелей въебет простите конечно бывает так что там у нас дальше вот эта новость ста километрах от эстонской границы полиция накрыла подпольную нарколабораторию изъяты наркотики на полтора миллиона евро но эстонцы как-то это обнаружено вообще-то на в латвии в кремовском крае все эти ребята шарашили как метадон до метадон задержано уже все пять человек и фура задержана в россии с наркотиками кстати самый крупный груз на был обнаружен полтора года назад листечки кокнеса в латвии 22 тонны кокаина дал фас на этого 22 тонны кокаина на какую-то сумасшедшую сумму ну что к новостям эстонии да наверное к новостям эстония так что там у нас вот это какая новость хорошего автостопом по эстонии за сутки 600 километров 15 машин и ни одного из расчета это пишет портал от эльфа эстония знаете так пишет искренняя польза умирающую культуру путешествие автостопом по пути ли меня объехать эстонии на попутках говорит девушка за сутки я узнал цену своей интуиции проверила знания языков и что же значит а вот посмотрите автостопом а по эстонии в цифрах значит смотрите эта девушка 15 машин 33 114 шагов 24 часа пятьсот девяносто шесть километров насильников ни одного из враженцев ни одного похитителей ни одного у меня тогда один только вопрос а нахуя таков все ездили тогда без приключений ну вот вы половина пути до их вы позади позади крутой поворот а это же она резко пела и группа по сады обманчивый лот по сады так ну что про эстонию знаете вот как будто бренд засыпает вот это в пятницу суббота воскресенье мало спит да страна но я хочу закончить музыкой сегодняшний выпуск а и поздравить поздравить на любителей фанатов а вот это российской группы кино где вел пел виктор чо и помнит он был педемен ностров наше сердце только странный очень вокал был именно знаете благодаря слов появилась вот эта пословица вдруг откуда не возьмись появился айжен спич да короче я могу сказать эстония в эстонии перепели песню перемен группы кино слушайте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо!